Современная жизнь очень интересна многообразием не то чтобы мнений, а странностей, всяких выдумок. Люди, чуть-чуть узнав того или иного о здоровье, о религии, начинают это трансформировать через свой жизненный опыт. И часто отсутствие опыта либо отсутствие должного уровня знаний приводит к очень глупым выводам. Меня постоянно спрашивают и говорят, чуть ли не утверждают, что вот в интернете написано, что визуализация – это харам, или что поставить свечку на день рождения там свечки и задуть их – это харам, или что йогой заниматься – харам, медитировать – это харам. Ой, народ. Во-первых, в Коране четко сказано о том, что некоторые люди любят придумывать запреты. То, что на самом деле Всевышним не запрещено. И вот это накапывание каких-то элементов – ой, это ширк. Основное, что вы слышите – это ширк, ой, это ширк, ой, это ширк, а это самый страшный грех, непрощаемый Всевышним, но если ты умер с этим грехом, не раскаившись. Это уже другая тема. Так вот, послушайте, ширк – это вознесение кого или чего-либо на уровень Бога, Творца, Создателя и поклонение этому. И йога – просто обычный процесс растяжки, расслабления мышц, визуализация, представление того или иного, что вы планируете, визуальный образ. Человек верующим, в том числе, у него внутреннее молитвенное состояние прошения благословения Всевышнего на то, чтобы этот образ реализовать. Медитация – это спокойствие, это тишина, это быть здесь и сейчас, это в том числе мусульманская религиозная практика, обязательно молитва, намаз. Свечки на день рождения – это просто традиция, которая интересна, радостна, и никакого в этом смысла чему-то поклоняться, вообще нет. Так что вам решать, какую информацию собирать в интернете, но предупреждаю, что да, пусть религиозность вас сделает все-таки более духовным, обязательным, дисциплинированным и успешным, а в итоге счастливым в обоих мирах. Вера окрыляет, а невежество, оно может заточить вас в кандалы и посадить в тюрьму выдуманных запретов.